Мэрия Мариуполя сообщила в субботу о срыве эвакуации жителей осаждённого города в соседние регионы. Сообщается также об открытии альтернативного маршрута для вывоза людей в Россию. Киев называет это депортацией. За два месяца войны работа гуманитарных коридоров из Мариуполя неоднократно срывалась. Мы шли пешком из села в село на протяжении пяти дней. Бабушки и дедушки пускали нас на ночлег. У Евгения и Татьяны четверо детей. Семья прошла более ста километров до того, как им встретился волонтёр, который помог вывезти их на территорию подконтрольной Украине. Мы даже не догадывались, что наши дети такие выносливые. Они на самом деле очень сильные. Мы гордимся ими. Не могу подобрать слова, чтобы описать, что мы чувствуем. Мы вправду гордимся ими. Не то, чтобы нам было страшно. Сильно трясло, когда ударили по соседней девятиэтажке. В это время мы укрывались в подвале. С потолка посыпалась пыль. Всё вокруг было в пыли. На Запорожском вокзале украинская семья села на поезд, следующий во Львов. Татьяна и Евгения не знают, смогут ли вернуться домой, в разрушенный Мариуполь. Мы никогда не забудем того, что случилось. Мы просто не можем забыть. Но мы не должны падать духом, ведь нам нужно расти детей. По последним данным ООН, более 5 миллионов 160 тысяч украинцев покинули страну с начала войны. С момента предыдущей публикации в четверг число украинских беженцев выросло почти на 30 тысяч. Продолжение следует...